К нашему эфиру присоединяется Наталья Флаксенко-Бутырская, эксперт по вопросам Восточной Азии, магистра внешней политики. Наталья, приветствуем вас в эфире «Фридом». Доброе утро. Доброе утро. Давайте, знаете, начнем, вот как говорится, от частного к общему, вот с этой истории о том, что, ну, прямо скажем, бортанул Китай, Россию в истории с созданием своего лайнера в противовес Airbus'ам и Boeing'ам, бортанул страну, великую, можно сказать, авиационную державу. Почему так произошло? И напоминаю, это от частного к общему. Вот показательный пример, как ваше мнение по этому поводу. Ну, самое первое и самое главное, каждая страна, она прежде всего стоит за свои национальные интересы. Каждая организация, она стоит за свои коммерческие интересы. Что касается разработки этого большого самолета, который стал вначале общей разработкой Китая и России, и даже в названии этой разработки было CR от China Russia 929. История с ним началась еще в 2014 году, когда обговаривался проект. Ну, естественно, что роль России в 2014 году могла быть шире и более глубокой, если сравнивать, например, с этим периодом. Конечно, Россия потеряла многое, как страна, которая может производить современные технологии. И поэтому Китай, например, заменил много запчастей, которые должна была разрабатывать Россия. Такие как шасси, планеры, двигатели, запчастями, которые производят в других странах. Или которые производят компании, такие как Rolls-Royce или General Electric. Все-таки на мировом уровне, наверное, эти страны, такие как Соединенные Штаты Америки, Германия и так далее, которые были, запчасти, чьи были внедрены теперь в эту разработку, они все-таки на сегодняшний день имеют технологическое превосходство перед Россией. Ну, и, конечно, в прошлом году начали говорить о том, что Россию постепенно отодвигают от этого проекта. Не исключено, что санкции против России – это тоже один из факторов, из-за которого, например, Китай решился на то, чтобы из этого проекта эту страну убрать. Российские представители власти говорят о том, что все-таки проект, хоть этот проект и пошел не тем путем, который рассчитывали, но, тем не менее, они надеются на участие в разработке отдельных элементов. Ну, посмотрим, будет ли интересно Китаю эти разработки получать. Но если Китаю будет интересно, то, конечно, что определенные связи там будут поддерживаться. Но теперь главное, что этот проект Китай позиционирует как свой собственный. Ну, это соответствует тому, что Китай на сегодняшний день много чего производит. И теперь это не страна, которая пыталась во всем мире получить технологии, в том числе с Россией. Ситуация теперь поменялась. Теперь Россия пытается получить технологии, высокотехнологичные продукты из Китая. Наталья, Путин на саммит «Один пояс, один путь» повез с собой, так сказать, высший командный состав «Роснефти», «Газпрома» и так далее в надежде получить хоть какой-то плюс, хоть какое-то позитивное слово по поводу силы «Сибири-2». Абсолютно очевидно, что Китаю этот проект пока не то, что не нужен, а он является как бы поводом торговаться за цену на энергоносители, поскольку у Китая есть туркменский газ, связи по сжиженному газу с Катаром и так далее. Есть ли шансы выжить этому проекту «Сила Сибири-2» как возможности Путина, Кремля, компенсировать потери от поставок энергоносителей в Европу? Или все-таки это уже мертворожденный ребенок, и Китай не даст ему развиваться? Ну, на самом деле, давайте вспомним «Сила Сибири» первый проект. Китай тоже очень долгое время не давал согласия на то, чтобы Китай не хотел кладывать свои деньги в построение этого проекта. И в результате Россия сама строила за свои личные деньги этот проект, и теперь она использует. Это «Сила Сибири-1» так называемая. И в российских кругах долгое время пытались узнать правду, сколько стоил этот проект, и вообще экономически он выгоден или не выгоден России. Это я о том, что Россия всегда делает многие проекты не с точки зрения экономического какого-то веса, а с точки зрения часто очень политических газов. Для Путина «Сила Сибири-2» очень важна. Ну, и потому, что ему нужно определить тот газ, который он потерял в результате своих отношений с Европейским Союзом, те объемы. Ну, и потому, что ему нужно продемонстрировать, что он большой стратег, и он определяет этот газ и диверсифицирует в другие стороны. Ну, и с точки зрения самого Путина это как и давление, что вот у него будет покупать все Китай. То есть не исключено, что через какое-то время Россия сама начнет строить этот проект для того, чтобы продавать газ Китаю. Но при этом, конечно, условия, по которым будут покупать, многие и не узнают, они не будут выгодны для России. Из-за того, что есть ряд причин и для газового рынка России, и для общих конъюнктур. Первое — это то, что Китай пытается действительно диверсифицировать свои покупки, экспорт и импорт свой. Он определяет с стратегической точки зрения. Поэтому импорт энергетических ресурсов, он тоже с разных стран, с разных источников. Вы уже назвали страны, которые тоже поставляют газ в Китай. И, например, буквально в этом году Китай не только согласился, а и выступил одним из инициаторов, чтобы продлить еще одну трубу в Туркменистан. У них есть три газовых трубы, и Китай теперь поддерживает Туркменистан, чтобы построить в быстром темпе еще одну четвертую трубу. Кроме того, что касается самой России, то Китай, китайская компания и «Газпром», они тоже сейчас достраивают газовую трубу Сахалина, которая будет поставлять 10 миллиардов кубометров газа. Но дело в том, что сейчас Китай делает акцент на зеленой энергетике. И об этом много говорил Си Дзиньпинь во время форума «Пояс и путь». И зеленая энергетика — это будущее не только мира, но и самого Китая. Она поможет Китаю уйти от того, чтобы зависеть от тех или иных стран с точки зрения энергоресурсов. Ну и поэтому, если говорить о проекте «Сила Сибири-2», который будет строиться как минимум до 2030 года, это если, например, стороны уже сейчас согласуют этот проект в этом году, а если нет, то еще дольше нужно время на построение, то и шансов, и возможностей, и долговечия для таких газовых труб, эти шансы, они уменьшаются. Ну и что касается в целом политики Китая, то Китай пытается, чтобы на его рынке, например, энергетиканских ресурсов, доля той или иной страны не превышала 20%. Именно поэтому и Китай просчитывает нужно, не нужно ему, иметь этот проект с Россией, увеличится ли доля российского газа и на сколько. То есть тут есть и свои внутренние просчеты, поэтому Китай будет регулировать влияние России на свои рынки, несмотря на то, что будет или не будет этот проект реализован. Наталья, а скажите, вот смотрите, вот как говорил мой коллега Валерий, от частного к общему, давайте вот как раз к общему я тут добавлю, но вот же смотрите, вот когда мы видим вот эти заявления, когда мы видим переговоры, если там Путин с кем-то общается, с товарищами, если там Шойгу или там Герасимов выходят на связь со своими там коллегами по военной сфере, представители Китайской народной республики, все как один, но по крайней мере со стороны Российской Федерации, говорят о том, что вот всеобъемлющее партнерство, да, и стратегические взаимоотношения между Российской Федерацией и Китайской народной республикой, они пребывают чуть ли не на самом высоком уровне вообще за всю историю существования этих отношений. А что по факту мы получаем? Ну на самом деле действительно самые высокие отношения в истории, потому что эти отношения двух стран, которые находятся рядом, они видели разные времена, и китайцы, конечно, помнят о том, что в свое время часть их территории попала в руки России, и генерал Муравьев эти земли таким путем не очень честным получил в то время, когда Китаю было сложно, и он боролся еще с другими странами. Об этом столетии китайцы говорят и помнят. Это одно. Другое, между странами в 1962 году тоже была война приграничная. Но потом эти все конфликты погасились, и постепенно ситуация наладилась. На сегодняшний день мы видим то, что страны демонстрируют очень высочайший уровень доверия друг к другу и сотрудничают на разных уровнях, от военного уровня до уровня продажи, научно-технического и так далее. Поэтому они оценивают это сотрудничество таким высоким и говорят о дружбе без лимитов. Но самое главное на сегодняшний день, то, что объединяет эти две страны, это их стратегическое видение нынешней мировой архитектуры. И Китай, и Россия, они не согласны с тем, какая доля влияния на мир для них определена. Потому что им кажется, что Запад влияет на все структуры, Запад создал все и экономические, и финансовые институты. И именно он пытается, удерживает в руках это влияние, и он во главе с Соединёнными Штатами гегемон в этом мире. Тогда как у России есть свои амбиции, потому что она живёт ещё с бывшей славой бывшего Советского Союза. А у Китая есть свои амбиции. Он страна с большим экономическим потенциалом. Страна, которая вносит 18% ВВП мирового, развивается технологически. Ему тоже хотелось бы больше влияния на все эти мировые процессы. И вот в этом случае, в борьбе с гегемоном Запада, они смотрят в одну сторону. Это самое главное, что их на сегодняшний день объединяет. Но, как мы с вами видим, между двумя странами есть и свой интерес. Мы только что от маленького с вами проговорили, что то, что касается своего личного интереса, конечно, каждая страна смотрит прежде всего на него. Что касается более широких площадок для взаимодействия, и это дипломатические, это международные площадки, то, конечно, страны много в чём содействуют вместе. И, к сожалению, им удаётся влиять на многие процессы. И даже давайте посмотрим с точки зрения Украины, с точки зрения российской агрессии против Украины. То, что Китай и Россия сейчас смотрят в одну сторону и рассматривают эту войну как попытки Запада придавить Россию, попытки Запада нанести стратегические поражения России, это очень плохо влияет на развитие этого конфликта. Кроме того, сотрудничество России и Китая на любом уровне, как бы мы его оценивали, этот самый пиковый или он ещё посерединке, как бы мы ни говорили о том, что, например, Россия находится в зависимости от Китая, но, тем не менее, именно поддержка Китая, экономическая, дипломатическая, политическая, именно закупка Китаем энергоресурсом на том уровне даже, который есть, она помогает России получать доходы в свой бюджет. А это означает, что Россия может продолжать войну и рассчитывать на то, чтобы Запад устал от войны. Ну и смотрите, Наталья, если мы говорим о том, как эти страны смотрят на Запад, на цивилизованную часть нашей планеты, то хотел бы у вас спросить, каковы ожидания от дальнейших встреч и разных форумов, да, и саммитов, в частности, Байден и Си Цзиньпин, и, соответственно, уже в следующем году, как я понимаю, да, в начале 2024 в декабре должен пройти саммит Европейский Союз, Китайская Народная Республика. Да, у нас буквально полторы минутки, и, конечно, сложно уложиться, но все же. Да, вот в целом, да, вот так, если характеризовать ожидания по поводу этих встреч. Ну, на самом деле, важно, что эти встречи произойдут. И важно, что для Китая эти отношения тоже находятся в его фокусе. Для всего мира важно, чтобы Китай и Соединенные Штаты Америки нашли ту колею, в которой они будут работать, и чтобы эта колея была мирная, учитывая то, что между двумя странами очень много разных разногласий. Что же касается Европейского Союза, то Китай тоже пытается всячески замирить с Европейским Союзом свои отношения, которые испортились благодаря российской агрессии против Украины. Но тут самое главное, что наши партнеры, западноевропейские, пытаются убедить Китай и надавить на Россию. Но, к сожалению, я не уверена, что им удастся убедить Китай надавить на Россию. Но, по крайней мере, удержать от такой активной военной помощи мы надеемся, что они смогут. Ну, то бишь, мы понимаем, какое давление может оказываться, но в целом получается, что главный сейчас акцент делается на этих и будущих переговорах, и сейчас на разных уровнях, чтобы не было, как мы понимаем, прямого военного сотрудничества. Прямой помощи, да. Ну и, конечно, прежде всего это отношение между Соединенными Штатами и Китаем, их двусторонний, ну и потом уже более широкий круг, что касается международных вопросов. То же самое касательно Европейского Союза. Конечно, мы благодарны нашим партнерам и европейским партнерам, в том числе, например, что они постоянно заявляют Китаю, что их отношения во многом будут складываться в зависимости от того, как Китай будет реагировать на российскую агрессию против Украины. Особенно это касается европейских лидеров, европейских политиков. И очень важно, потому что Китай все-таки заинтересован продолжать свои отношения с европейскими, западными партнерами. Мы с вами начинали с самолета и говорили, что запчасти из европейских компаний Китай обменял вместо российских, да. Но это указывает на то, что экономика, технологии, они все-таки не в России, а они на Западе. И поэтому Китай пытается балансировать в этих отношениях и получать выгоду для себя, китайскую выгоду. Большой разговор Наталья Алексеенко-Бутырская, эксперт по вопросам Восточной Азии. Магистра внешней политики была с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.